Приветствую, друзья! Сегодня не совсем обычное видео. Я записываю его на 80-й день войны. Записываю, поскольку в течение последних недель получаю ежедневно несколько писем по проблеме, которая называется «Грибок ногтей». Вот люди реально жалуются. Понятно, что жизнь в окопах, травмы, невозможность снять и проветрить обувь. Все это свой вклад вносит, поэтому вопрос очень актуален. До врача добраться сложно. Тем не менее, методы помощи достаточно доступны, потому что лекарства недорогие и реально есть. Обращаю также внимание на то, на что нет акцента в видео, что идеальный способ обработки обуви – это солнце. И быть без обуви, когда есть такая возможность, надо. Обувь сушить, проветривать. И после этого вы можете посмотреть видео, которое сейчас будет за моим предисловием. Видео длится около 20 минут. Есть подробный тайминг. Если не хотите слушать теорию, можете не слушать теорию, давайте сразу про лечение. Тем не менее, лечиться будет тяжело, если не поймете, что надо делать. Также обращаю внимание на то, что видео, которое вы увидите сейчас под названием «Грибок ногтей». Это видео, которое я записывал для журнала доктора Комаровского. Журнал доктора Комаровского – это мой ресурс, он платный. Там находится на сегодня порядка 145 видео. Из них 88 видео уникальные, то есть они есть только там. Там рассматриваются огромное количество проблем здоровья взрослых и здоровья детей. Но я там делаю акцент именно на то, о чем меня просят рассказать. Поэтому там есть видео и про артериальное давление, и про инсульты, варикоз, мигрень, желчный пузырь, аденомопростаты, простатит, диабет, выпадение волос, храп, там, как бросить курить, геморрой, то есть вот эти все темы, которые как бы от меня просят моя аудитория, я там записываю, размещаю это в журнале доктора Комаровского. Кому все это интересует, заходите туда, подписывайтесь, становитесь подписчиком журнала, сможете все это смотреть. Но я понимаю прекрасно, что тема «Грибок ногтей» и еще многие темы сейчас во время войны особо актуальны. Поэтому мы берем эпизодически, будем брать видео из журнала и размещать их в общем доступе. Смотрите, лечитесь, короче, удачного вам выздоровления и всем победы, чтобы можно было ходить не в берцах, а в тапочках. Я вас люблю. Слава Украине. Приветствую вас, друзья. Говорим сегодня на не очень приятную, но очень актуальную тему. Итак, тема «Грибок ногтей» – два синонима у этого названия – онихомикоз или микоз ногтей. Ну, слово микоз, в принципе, понятно. Микоз – воспаление, связанное с грибами. Должен честно признаться, что побудило меня к тому, чтобы осветить эту тему не только огромное количество запросов, которые есть в почте по поводу этого состояния, но и то, что нередко огромное количество мошенников-шарлатанов, ну и дальше хочется еще всяких слов сказать, от моего имени рекламируют кучу препаратов для лечения грибков во всех местах человеческого организма. И я ежедневно получаю письма с расспросами, правда ли это, что я советую именно вот это лекарство. Сразу скажу, что я никакого отношения к рекламе противогрибковых препаратов для лечения ногтей не имею, но я уже столько писем видел с описанием страданий по поводу грибковых ногтей, что прямо хочется об этом действительно рассказать. Итак, поехали. Грибок ногтей – это поражение ногтевой пластины и окружающих ее структур, ну это так называемое там ногтевое ложе, матрикс, околоногтевые валики, вот поражение, вызванное грибками. Эта болезнь имеет место, вдумайтесь, у 10-12% например жителей Европы. Бывает чуть меньше в некоторых странах, бывает чуть больше, но в среднем 10% населения земного шара имеет эту проблему. При этом у мужчин онихомикоз встречается в полтора раза чаще, чем у женщин, но мужчины обращаются к врачу в два раза реже. Кстати, чаще болеют пожилые и крайне редко болеют дети. Мы еще с вами обсудим, почему это происходит, потому что есть очень понятные объяснения. И надо также сказать, что ногти на ногах поражаются в 10 раз чаще, чем на руках. Мы тоже еще с вами расскажем, почему это возникает. Что надо понимать? Что одной из самых, конечно, главных проблем в лечении онихомикоза является поздняя обращаемость. К огромному, преогромному сожалению, люди сомневаются в диагнозе, надеются, что оно само пройдет, пытаются мазать ногти всякими йодами, зеленками, парить, греть, мазать мылом, обязательно хозяйственным, но оно не помогает, и к врачу приходят тогда, когда это представляет из себя уже очень выраженный дефект. Ну, а мы еще опять-таки сегодня поговорим о том, почему так важно приходить вовремя. Как? Откуда оно берется? Прежде всего, для того, чтобы заразиться, необходим прямой контакт с грибком, с больным. То есть, прямой контакт с грибком, который покинул больного человека или находится. Ну, если вот это рука больного человека, и он пожал руку. Если это общая обувь. Если вещи, которыми пользовался больной человек. Я даже не говорю там про тапочки, доски, но это может быть общее полотенце. Это может быть там неплохо обработанный пол где-нибудь в бане, в сауне, в бассейне и так далее. Нередко это может быть маникюр. Поэтому места, где это особо часто, онихомикоз, зарабатывают, в кавычках это спортзалы, бани, бассейны. Ну, и, конечно, семья, где один человек может заразить всех остальных. Факторы, которые способствуют возникновению онихомикоза. Это микроповреждение кожи. Ну, поскольку кожа в области стоп повреждается значительно чаще за счет трения об обувь, потливость, невозможность обеспечить сухость или сохранение, невозможность своевременно устранить влажность, да, переобуться, например, да, возникают из-за обуви всякие потертости. То есть это реально возможно. Еще ряд факторов, способствующих возникновению онихомикоза, это некие уже имеющиеся у вас болезни. Прежде всего, это любые болезни, которые нарушают микроциркуляцию. То есть грибкам будет хорошо, удобно размножаться, если здесь будет дефицит кровообращения. Когда это возникает? Когда имеет место любой вариант сахарного диабета. Ожирение, гипотиреоз, то есть снижение функций щитовидной железы. Любые сосудистые заболевания. И артериальные, например, там, облитерирующий эндортериит или облитерирующий атеросклероз. Например, варикоз, венозная недостаточность. Любые иммунные нарушения. И ВИЧ-инфекция, это вообще отдельная тема. У них хомикозу ВИЧ-инфицировано. Прием некоторых препаратов, в частности, понижающих иммунитет, ну, например, там, стероидов, цитостатиков. Имеет значение также прием антибиотиков. Пожилой возраст, как я уже сказал, увеличивает вероятность у них хомикоза. Но это, кстати, происходит не только потому, что у пожилых людей хуже кровообращение в области стоп, но и потому, что очень часто невозможен нормальный гигиенический уход. Ну, просто человеку в силу возраста не удается нормально помыть ноги. Он не получается нагнуться и качественно обрезать ноги. Кстати, именно гигиеническими факторами во многом объясняется тот факт, почему на ногах у них хомикоз встречается в 10 раз чаще, чем на руках. Ну, во-первых, руки редко контактируют с такой одеждой, которая их трет. Это раз. Во-вторых, руки все-таки намного чаще моются, дезинфицируются. В-третьих, маловероятно, чтобы потливость рук, мы не могли долго устранить избыточную влажность. Все-таки вытереть руки всегда можно. Опять-таки, постричь ногти на руках намного проще, чем на ногах, и так далее, и так далее. Чисто теоретически, когда речь идет об они хомикозе, выделяют или обнаруживают три вида грибов. При этом самыми распространенными грибами, которые определяют практически 90, а то и более процентов всех случаев они хомикоза, являются грибы по имени дерматофиты. Вот еще есть такие всякие там недерматофитные плесневые грибы. На их долю приходится примерно 10%. Ну и знаменитые грибы рода кандида, они тоже могут иногда вызывать у них хомикоз, но это огромная-преогромная редкость. Симптомы, по большому счету, в принципе-то очевидны, но я тебе не должен сказать, потому что они очень разнообразны. Это, во-первых, изменение цвета. Ну, ногтевая пластинка становится там желтой, зеленой, бурой, иногда черной, все оттенки вот этих перечисленных цветов. Кроме этого, может быть отделение ногтевой пластинки от ложа, утолщение или обратное размягчение и утончение ногтевой пластинки. Иногда возникает вогнутость ногтя, но он на ложечку похож. Возможно, деформация, всякие ямки, гребни, борозды, на поверхности все это возникает. Вокруг ногтя, возможно, утолщение, воспаление тканей. И по симптомам практически всегда, ну, по крайней мере, врач может сказать, да, это грибок ногтя. Но по симптомам сказать, что вот это, допустим, дерматофиты, а это не дерматофиты, а именно вот кандида или что-то, практически невозможно. Поэтому надо понимать, что диагноз у них амикоза поставить-то можно, но уточнить, какой гриб, для этого необходимо уже исследование. Что важно знать? И вот это теперь очень важный фактор, который очень много объясняет. Вот смотрите, как правило, колония грибов поражает ногтевую пластинку, и сама колония растет в сторону матрикса, то есть основы ногтя. А ноготь тоже растет. И возможно, и вот тут важно, кто быстрее. То есть скорость роста ногтя может быть намного быстрее скоростью роста колонии, и тогда грибы не приживутся. То есть чем медленнее растет ноготь, тем больше вероятность того, что это заболевание возникнет и будет протекать тяжело. Именно поэтому у детей практически не бывает никогда. Именно поэтому любое состояние, которое нарушает кровообращение, то есть нарушает скорость роста ногтя, увеличивает, а, вероятность у них амикоза, и, б, увеличивает вероятность, что это будет тяжелая форма, когда будет очень серьезное, глубокое поражение. Соответственно, понятно, у пожилых чаще, у людей с расстройствами кровообращения чаще, у людей с ожирением чаще, у людей, у кого плотная обувь, которая мешает кровообращению, тоже чаще и так далее. Особенно опасный у них амикоз, по большому счету, это неприятность. Ну, понятно, что от этого никто не помирает, но это неприятность, которая может давать очень серьезные осложнения, особенно при диабете. Когда вот есть такое понятие, как диабетическая стопа, когда нарушается очень серьезное кровообращение, и у них амикоз способствует развитию так называемой диабетической стопы. Теперь по диагностике. Понятно, что диагностику, ну, с одного взгляда врач скажет, что да, это у них амикоз, но тем не менее, как правило, принято это все подтверждать. Для того, чтобы подтверждать, как это делается. Прежде всего, протирают пластинку 70% спиртом. Это я просто вам пытаюсь рассказать, чтобы вы поняли, чем занимается доктор, когда вы к нему пришли и показали ему свой несчастный палец. Так вот, сначала протрут 70% спиртом, чтобы бить бактерии на грибке, и это не подействует. Потом берут соскоб. Соскоб могут брать лезвием, скальпелем, может отщипнуть кусочек ножницами. Иногда используют прям бормашину. Потом вот это то, что взяли от вас, оторвали, из этого соскоба, этот соскоба, этот материал, погружают в раствор щелочи. Этот раствор щелочи растворит кератин. А потом опускают в чернила. И чернила прорисовывают, ну, будет видно нити гриба. Потом смотрят в микроскоп. Как правило, прекрасно видны нити гриба. Собственно, если врачу надо уточнить, какой это гриб, есть какие-то сомнения, непонятности, или было там нерезультативное лечение, то возможны какие варианты. Значит, первое, это посев. Специальная среда, но расти этот гриб может недели 3, и шансов, что не вырастет, процентов 50. Сейчас появилась уже отдельная методика диагностики посредством ПЦР, то есть, которая определяет очень быстро, ну, это достаточно дорого, но определяется ДНК гриба. И можно точно сказать, да, это оно, вот виновата. Это в современных клиниках, в современных лабораториях уже очень широко применяется. Теперь, ребят, про лечение. Этого, собственно, все от нас ждут, но все не очень просто. Значит, первое, лечение может быть местное, и лечение может быть системное. То есть, местно мы мажем этот несчастный ноготь, системное мы глотаем таблетки. В чем плюс местного лечения? Главный и единственный плюс местного лечения состоит в том, что при местном лечении нет побочных явлений противогрибковых препаратов, которые надо проглатывать. Но я обращаю внимание на то, что эффективность местного лечения, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И вообще местное лечение эффективно только тогда, когда и поражена только поверхностно ногтевая пластинка, только поверхностно. И когда мы обращаемся к врачу рану, чего не бывает практически никогда. То есть, в общем-то, я бы сделал следующий вывод, что когда вы все-таки с проблемами ногтя, с грибком приходите к врачу, то практически никогда мы не сталкиваемся с ситуацией, когда речь идет о процессе, который можно вылечить исключительно мазями, слахами и так далее, и так далее. Практически всегда, еще раз говорю, вероятность более 95%. Вам необходима и системная терапия, и, как правило, применяется сочетание двух этих методов. Что хорошо, с одной стороны, еще в местном, что создается очень высокая концентрация противогрибкового средства в тех местах, куда попадает местное средство. Но попадает оно не глубоко. Поэтому, еще раз говорю, при глубоком поражении оно не работает. Теперь, как все-таки, что предшествует местному лечению, вне зависимости от того, оно используется изолированно или в сочетании с таблетками. Прежде всего, надо максимально удалить пораженную часть ногтя. Это пилочки, кусачки, бормашины. Используются специальные кератолитические пластыри. Это пластыри, в которых мочевина плюс салициловая кислота. В некоторых случаях, когда, ну, тотальное поражение ногтя, под наркозом там происходит хирургическое его удаление. Есть препараты для местного использования в виде лаков и в виде кремов и мазей. Очень всем хочется, и очень это красиво выглядит, использование лака. Тем не менее, тем не менее, по результатам многочисленных исследований доказано, что все-таки лак еще в меньшей степени способствует тому, что противогрибковое средство проникает вглубь. То есть, если мази, растворы хоть как-то дают возможность местно проникнуть в окружающие ткани, то лак практически нет. Поэтому все-таки лак остается очень красивым, привлекательным, коммерчески очень эффективным, как бы, в кавычках, средством. Но все-таки всегда, когда есть возможность использовать мази и кремы, лучше использовать мази и кремы. Теперь дальше. Смотрите, ребята. Я прекрасно понимаю, к огромному-преогромному сожалению, что многие из вас, прослушав это мое сообщение, будут лечиться самостоятельно. Я не хочу, чтобы вы лечились самостоятельно. Я хочу, чтобы вы пошли к нормальному специалисту, который вам поможет. Но я допускаю, что вы находитесь за пределами вообще доступности специалистов, или их просто нет как таковых. Поэтому вам придется принимать решение самостоятельно. Но принимая самостоятельное решение, вы должны не наделать глупостей. Собственно говоря, к этому я вас и буду призывать. Друзья мои, я прекрасно понимаю, что мы вот все, что я сейчас сказал, фактически поможет вам добраться до диагноза грибок ногтя. И теперь я должен сказать, приемлемо, следующее. Шагом марш к врачу. Но я прекрасно понимаю, что вы можете быть вдали от медицины, или вдали от врачей, или вдали от врачей, которые знакомы с современными методами лечения. Которые пошлют вас в аптеку купить какую-нибудь мазь, и вы можете долго и безрезультатно мазаться этой мазью, или использовать какую-нибудь дорогущий лак, но тоже без толку. Поэтому еще раз обращаю внимание. Я дам вам простейшую инструкцию, но я все-таки хочу, чтобы вы четко понимали. Прибегнуть к этой инструкции вас может заставить только отсутствие возможности добраться до нормального врача. Хорошо? Пожалуйста, спасибо. Итак, начнем с препаратов, которые используются для местного лечения. Вы помните, я еще раз на этом настаиваю. Местное лечение в изолированном виде практически никогда не сработает. Ну, о системном поговорим дальше. Итак, есть несколько лекарств. Называю самым распространенным, относительно недорогим, наиболее эффективным препаратом является препарат под названием Нафтифин. Вот он, вот эти слова, Нафтифин. Вы теперь можете написать слово Нафтифин в Гугле и получите огромный список того, что есть в аптеках рядом с вами. Кроме этого, есть препарат, который называется Циклопирокс. Сразу вот вам это название, тоже можете провести аналогичный поиск. Обращаю внимание на то, что, как правило, в Европе врачи чаще используют Нафтифин. В США наиболее часто используется именно Циклопирокс. Кроме этого, есть еще два препарата. Называю Аморолфин и Эфинаконазол. Вот вам эти названия. Все. Теперь длительность местного лечения, как правило, никогда не бывает менее 3-6 месяцев и может достигать одного года. Теперь про системное лечение. Еще раз, уже в который раз повторяю, это важно. Мы должны сочетать местное и системное лечение. Значит, конечно же, это намного более эффективно, потому что кровь доставит действующее вещество во все ткани. Во все ткани это будет реально работать. Самым эффективным препаратом, который рекомендуется в максимальном количестве руководства, является препарат под названием Тербинафин. Самое знаменитое его торговое название Ламизил. То есть, вот это препарат номер один, есть также препараты Итраконазол и Флуконазол. Вот Флуконазол не одобряет, например, американское ФДА, но, например, даже британские врачи настоятельно его рекомендуют. Обращается внимание на то, что вот самый главный, вот тот Тербинафин действует только на дерматофиты, что у него есть серьезные противопоказания при острых и хронической патологии печени, что тот же Итраконазол действует практически на все, но в любом случае, вот именно поэтому я и хотел бы, чтобы решение вы не принимали сами. Обращаю также внимание на то, что Флуконазол, вот тот, который американское ФДА не рекомендует, как правило, принимается тогда, когда кому-то нельзя ничего другого. Это как бы препарат единственно возможный. Иногда используется также так называемое комбинированное лечение. Стандартная схема приема – это одна таблетка. В одной таблетке, как правило, 250 миллиграмм Тербинафина, и она используется один раз в день в течение минимум шести недель, когда мы лечим руки, и три месяца минимум, когда речь идет о пальцах на ногах. Хотя на самом деле вот эти пальцы на ногах три месяца почти никогда не бывает достаточно. Как правило, шесть месяцев – это самое то, что надо. Итак, ребят, становится очевидным, что стандартная и в большинстве случаев эффективная схема лечения выглядит так. Тербинафин системно, то есть внутрь, да, по одной таблетке от трех до шести месяцев, ну, один раз в день, соответственно. Плюс местно, местно, тот самый нафтифин в виде мази или крема наносим на пораженные ногти. Собственно говоря, вот, вот, собственно говоря, все, что вам надо знать. Делайте правильные выводы, и пусть у них хомикоз обойдет вас стороной. Будьте здоровы. Кстати, как обычно, прошу, кто лечился, кто покупал препараты, Вы, кто сталкивался со схемами лечения в наших стационарах, больницах, поликлиниках, делитесь опытом и препаратами в комментариях. Спасибо.